Всем привет! Геленджик, город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования город-курорт Геленджик. Крупный курорт на черноморском побережье Кавказа. С 23 марта 2001 года является курортом федерального значения. Город расположен у побережья Черного моря вокруг Геленджикской бухты, у подножия западной части горного хребта Маркот. Вход в бухту, ширина которой приблизительно равняется морской миле, расположен между двумя мысами. Северный называется тонким мысом, южный – толстым, поскольку у южного мыса высокий и обрывистый берег. Город находится в 25 километрах к юго-востоку от Новороссийска, в 180 километрах к юго-западу от Краснодара и в 250 километрах к северо-западу от Сочи. По дороге. Северная часть черноморского побережья от Анапы до Туапсе имеет много общего с южным берегом Крыма. Климат здесь, как в южном Крыму, субтропически сухой, и представляет собой соединение морского с горным. Климатическая зима отсутствует вовсе или составляет не более 5-7 дней в году. Мягкий и ровный климат Геленджика в ноябре и декабре может нарушаться сильными нортостами, приносящими резкую перемену погоды. В Геленджике много солнца, при этом наибольшее число солнечных дней приходится на период с марта по октябрь. Небольшие морозы и сильные дожди наблюдаются со второй половины января до половины марта. В остальное время года такие ветры здесь нечасты, так как горы, подходя близко к берегу, хорошо защищают Геленджик с северо-востока. По этой же причине нортосты в Геленджике намного слабее, чем в Новороссийский источник не указан 873 дня. В глубинах Черного моря температура никогда не понижается ниже плюс 7 градусов. Зимой теплая вода из глубин поднимается вверх и заменяет собой охлажденную на поверхности воду, которая опускается вниз. Таким образом, в зимние месяцы из морских глубин тепло все время подается на поверхность, а господствующие в это время года восточные береговые мусоны отгоняют от побережья Кавказа, успевшие охладиться воды, вместо которых течение, идущее от берегов Малой Азии, приносит более теплые воды. Благодаря описанным явлениям, на одной и той же широте в восточной части Черного моря зимняя температура, в среднем, выше на 6 градусов, чем в западной. В летние месяцы происходит обратное явление. Поверхностные слои, нагретые сильнее глубинных, отгоняются от Кавказского побережья ночными бризами и заменяются более холодными нижними слоями воды. Это понижает температуру в жаркие часы дня, когда вместо ночного берегового ветра дует бриз с моря на берег. Коренное население края – Адыги, поэтому, вероятно, топоним Геленджик произошел от адыгского. Натухайского. Название данной местности – Хьюлыжи, что в переводе означает «маленькое пастбище», где? Хьюлы, Хьюлы, пастбище или поляна, жвий, маленький. Также существует версия, согласно которой топоним может происходить от турецкого Джелин «невеста плюс сик» уменьшительно-ласкательный суффикс «источник не указан 687 дней» или тюркского Геленджик «белая невеста источник». В поддержку этой версии в 2010 году на набережной Геленджика установлена скульптура «белая невесточка». Памятный знак на месте погрузки войск для высадки десанта на Малую Землю. Черноморское побережье Кавказа было заселено с древнейших времен. Племена Бронзового века, которые жили здесь пять тысяч лет назад, увековечили себя погребальными сооружениями из каменных плит – дольменами. Позднее, в связи с усилением половцев и притязаний Византии, в конце 11. Тмутураканское княжество перешло под власть византийских императоров. До 1204 года. В этот период адыги, являющиеся коренным населением края, впервые появляются в российских летописях под наименованием Кособи. Так, например, в слове о полку Игореве упомянут Редедя, князь Косожский. В средние века в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа основываются геноистские колонии, занимавшиеся торговлей, в том числе работорговлей, с местными народами, зихами. На месте Геленджика геноистцы основали торговый порт Мавролака. В конце 15. Поселение вошло в состав Османской империи. В 18-е, начале 19. В Османской крепости Геленджик располагался крупный невольничий рынок. Вплоть до 19-ев. Через Геленджик осуществлялись поставки рабов в Турцию. Работорговля сходит на нет только после российского завоевания. 2 сентября 1829 года восточное побережье Черного моря от устья Кубани до порта Святого Николая, к северу от Батуми, отходит к России по Адрианопольскому мирному договору. 1831 год, генералом Е. А. Берхманом было основано Геленджикское укрепление в составе Черноморской укрепленной береговой линии. 1854 год, во время Крымской войны русские вынуждены взорвать и покинуть укрепления. Территория была оккупирована до конца войны подошедшими с войсками Османской империи. 1857 год, в разрушенную крепость вновь вступили русские войска. 1864 год, основана станица Геленджикское в составе Шапсукского берегового батальона. Полка. 1870 год, после ликвидации Шапсукского батальона станица преобразована в селение Геленджикское в составе новороссийского отдела Черноморского округа. 1896 год, село Геленджик. 1900 год, открывается первый частный санаторий. 1907 год, побережье Геленджикской бухты официально стало курортным. 1913 год, открыт санаторий для детей, больных костным туберкулезом. В настоящее время он называется ГБУС детский санаторий для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата им. Октябрьская революция. Старое название, ДКС, детский косно-туберкулезный санаторий. 1915 год, Геленджик получил статус города. 1920 год, в Геленджике установлена советская власть, образован ревком. В 1923-1963 годах Геленджик являлся центром Геленджикского района. Во время Великой Отечественной войны Геленджик служил тыловым госпитальным центром. Отсюда в феврале 1943 года отряд Куникова отправился на Малую Землю. Город сильно пострадал от налетов вражеской авиации. После войны город был восстановлен. Постоянно развивается курортная база. 1 февраля 1963 года город Геленджик отнесен к категории городов краевого подчинения, а городской совет депутатов трудящихся города передан в подчинение Краснодарскому краевому совету депутатов трудящихся. В 1970 году Геленджик стал курортом всесоюзного значения. Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов в наказание за свое стихотворение «Смерть поэта» был переведен из Лейб-Гвардии, где служил корнетом. В Нижегородский драгунский полк действующей армии. По одной из версий, в сентябре 1837 года поэт прибыл в Геленджик, где тогда располагалась ставка генерала Вильяминова «Морским путем» из Тамани. Тот же путь совершил и один из его литературных персонажей, Григорий Печорин, в романе «Герои нашего времени». В Геленджике в память об этих обстоятельствах неподалеку от берега Геленджикской бухты был воздвигнут памятник Лермонтову, на постаменте которого помещено фоксимиле подписи Лермонтова. Пешеходная набережная, берущая свое начало в этом месте и продолжающаяся далее на северо-запад вдоль бухты, получила название Лермонтовского бульвара. По вопросу посещения Лермонтовым Геленджика в сентябре 1837 года, среди его биографов нет единогласия. Ираклий Андроников полагал это обстоятельство достоверным. М. Г. Минеев оспаривал соображение Андроникова, что вольгинское укрепление поэт следовал через Тамань, и полагал чрезмерно кружным упоминаемый Андрониковым путь в Тифлис из Ставрополя и Пятигорска через Тамань. Вместо этого, ссылаясь на П. А. Весковатого, Минеев полагал, что в период экспедиции. Май, сентябрь 1837 года. Между Геленджиком и строящимися укреплениями. Новотроицеким в устье реки Пшада и Михайловским в устье реки Вулан. Существовало регулярное морское сообщение, и потому Лермонтов, получив отпуск для отдыха и лечения, мог без труда и быстро попасть в Геленджик, Анапу или Тамань. Но Петр Ткаченко в книге на Ольгинском кордоне упоминает, что Лермонтов, выехав из Пятигорского отряд в сентябре, действительно прибыл в Тамань из Екатеринодара, переночевав в станице Ивановской. Г. Морозово в своем труде встречи Лермонтова с декабристами на Кавказе утверждает, что Лермонтов поехал через Тамань в Анапу, куда 23 сентября 1837 года прибыл император из Геленджика. Юрий Беличенко в публикации Лермонтов. Роман документального поиска, сопоставляя воспоминания императора и самого Лермонтова, приходит к выводу, что поэт приехал в Геленджик из Тамани либо в день проходившего в непогоду Царского Смотра, либо сразу после него. А затем, пройдя через горы вместе с походной колонной отряда, сопровождаемой редкими горскими выстрелами, прибыл в Ольгинское укрепление. А. Захаров, старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, автор книги «Летопись жизни и творчества Лермонтова». В интервью Радио России сообщил, что, по его мнению, Лермонтов находился в Тамани, однако не мог попасть из Тамани в Геленджик на пути в Ольгинские редут. Город-курорт Геленджик. Город краевого подчинения. Как объект административно-территориального устройства Краснодарского края состоит из следующих административно-территориальных единиц. Город Геленджик и подчиненные ему четыре сельских округа. Кабардинский, Девноморский, Пшатский, Архипа, Осиповский. В рамках местного самоуправления эти территории составляют муниципальное образование город-курорт Геленджик со статусом городского округа. 1. 2019. На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 214 месте из 1115 городов Российской Федерации. Численность населения городского округа город-курорт Геленджик на 1 2020 года составила 116 884 человек. Благоприятный для отдыха сезон длится с июня по сентябрь. Минимум осадков. Купальный сезон, с мая по октябрь. Температура морской воды плюс 18. Плюс 24 градуса. Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 метра. В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною в тысячи метрах и площадью 5,5 гектара. В настоящее время в Геленджике и его окрестностях зарегистрировано 18 месторождений минеральных вод и 5 самоизливающихся минеральных источников. С дравницами курорта используются гидрокарбонатные хлоридные натриевые воды, минерализация до 2 г л, с малыми концентрациями брома, йода и бора. Йодистые воды солнца и дарского месторождения. Минерализация 2,5 г л, с содержанием йода 10,15 м г, л и брома 7,10 м г л. Едобромистые. Минерализация 15,35 г л. Налажен промышленный розлив минеральной лечебно-столовой воды Геленджикская. Гидрокарбонатно-натриевая с высоким содержанием фтора. Столовая минеральная вода Геленджикская поступает в розничную продажу. Лечебные грязи привозятся с Таманского полуострова. В санаториях Геленджика проводится лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Черноморского побережья. Небольшая длина, высокие уклоны водной поверхности, развитая гидрографическая сеть. Питание водотоков смешанное с преобладанием дождевого. Водный режим водотоков, типичный для рек Черноморского побережья, паводки в течение всего года с преобладанием в холодный период и меженью в летний период. Годовой ход уровня определяется главным образом продолжительностью и интенсивностью дождей. Максимальные расходы зимних паводков являются, как правило, и годовыми максимумами, но при выпадении в летний период ливневых осадков большой интенсивности могут сформироваться максимальные расходы, превышающие по величине зимние максимумы. Продолжительность паводков невелика и исчисляется иногда часами. Общее количество паводков в течение года колеблется от 12 до 18. Экономика Геленджика переживает значительное развитие. По официальным данным, с 1998 по 2007 годы доходы в бюджеты всех уровней увеличились в 26 раз, источник не указан 873 дня. По удельному весу в общей сумме доходов в бюджет в структуре отраслей экономики среди плательщиков лидирует курортно-туристический комплекс, второе место занимает торговля и общественное питание, далее идут наука и строительство. По территории Геленджика проходит федеральная трасса М4 Дон Москва-Новороссийск, основной поток транзитного автотранспорта направляется по объездной дороге вдоль горного хребта Маркот, по северо-восточной границе города. Там же, неподалеку от подножия гор, располагается автовокзал, служащий местом отправления и прибытия автобусных рейсов дальнего следования, связывающих Геленджик с Новороссийском и большинством других крупных населенных пунктов Краснодарского края, а также с некоторыми другими городами России. Москва, Ростов-на-Дону, Элиста, Таганрог и другие. Почти все населенные пункты Большого Геленджика, за исключением хутора Афонка, связаны маршрутами пригородных автобусов, отправляющихся с отдельной автостанции, расположенной ближе к центру города, нежели основной автовокзал. К ней приходят некоторые автобусные рейсы, следующие до Новороссийска. В Геленджике работает более десятка внутригородских автобусных линий, проходящих через центр города, их конечные станции располагаются возле гор на обоих мысах, в отдаленных микрорайонах города. В летний сезон из-за наплыва туристов общественный транспорт бывает несколько перегружен, несмотря на увеличение количества работающих автобусов и уменьшение интервалов их движения. В 2006-2007 годах с маршруту Геленджика были сняты и утилизированы технические и морально устаревшие автобусы советской эпохи. ЛАЗ-695Н, ЛАЗ-40-2021, КБИ, Икруса-260 и 280. На данный момент в городе эксплуатируются автобусы большого класса НЕФАС-5299 различных модификаций, автобусы среднего класса ПАС-3204 Вектор Некст и автобусы малого класса различных марок. Частным извозом. Такси. В городе и его окрестностях занимаются несколько конкурирующих организаций и отдельных частных предпринимателей. Некоторые таксисты, специализирующиеся на доставке туристов от основных внешних транспортных узлов, от Новороссийского железнодорожного вокзала, от Анапского аэропорта. По совместительству являются коммерческими агентами частных гостиниц и туристических фирм. В Геленджике работают две канатные дороги, Сафари-парк и парк отдыха Олимп. Для туристов, желающих побывать на вершине Маркотовского хребта организована доставка бесплатными маршрутными такси, которые следуют без остановок. Бесплатный проезд обеспечивается доходами, которые приносит канатная дорога. Высота смотровой площадки над уровнем моря в Сафари-парке – 650 метров, на Олимпе – 600 метров. Протяженность подъема по канатной дороге Сафари-парка составляет 1650 метров, на Олимпе – 1140 метров. Геленджикская бухта служит местом стоянки научно-исследовательских, рыболовецких и пассажирских судов. Последние используются для доставки туристов по морю к природным достопримечательностям и населенным пунктам, расположенным неподалеку от города на побережье, а также для развлекательных морских прогулок. В том числе в открытое море. Здание морского вокзала подвергнуто перестройке и преобразовано в торговый центр. Также действует грузовой порт. Он расположен в районе Тонкого мыса, в основном специализируется на транзите продуктов сельского хозяйства из Турции. Грузовой порт является одним из крупнейших предприятий города. 29 мая 2010 года после коренной реконструкции вновь открылся для регулярного воздушного сообщения о аэропорт Геленджик. В ходе реконструкции построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3100 метров и новый аэровокзальный комплекс. Обновленный аэропорт может принимать самолеты Як-42, Ту-204, Эрбос-Ай-320, Боинг-757, Боинг-737 и аналогичная. Геленджик является единственным курортным городом российской части Черноморского побережья Кавказа, не имеющим прямого железнодорожного сообщения с Москвой и другими городами России. Ближайшая к Геленджику железнодорожная станция находится в Новороссийске. Северокавказская железная дорога. Вблизи восточной окраины города находится узкоколейная железная дорога производственного кооператива Вертикаль. В окрестностях Геленджика расположена резиденция, неофициально называемая Дворец Путина. Строится с 2005 года в стиле итальянского неорренессанса, архитектор Ланфранко Черила. Общая площадь 17691 м. Территория, прилегающая лесной зоной 7000 гектаров. Золотая бухта, десятки водных аттракционов, стоянка, гостиница, пункты связи, танцевальная и спортплощадки, детский водно-развлекательный комплекс. Самый большой аквапарк в России. 2010. Бегемот, 17 водных спусков. Три бассейна по 1100 квадратным метрам, детский уголок, стеллажи для загара и отдыха, кафе на территории аквапарка. Дельфин. Закрыт. Восемь горок, несколько бассейнов, детский бассейн с горками, кафе на территории аквапарка, стеллажи для загара и отдыха, камера хранения и раздевалка. Каждый четный год в конце сентября в Геленджике проводится международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон». Основной целью выставки является демонстрация авиации водного и корабельного базирования, показ перспектив ее развития и возможностей применения для перевозки пассажиров и грузов, туризма, выполнение патрульных и спасательных операций на море, оказание помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах. Проведение международного гидроавиасалона сопровождается показательными выступлениями пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Парк сказок со скульптурами героев сказок и мультфильмов. Например, шарик с фоторужьем, Пичкин и Матроскин, Кот в сапогах, Карабас-Барабас, Мальвина и Пьеро, Тортилла и Буратино, Заяц и Волк. В этой скульптуре запечатлен эпизод из седьмого выпуска, где Заяц с Волком гуляют по палубе корабля под песню «Только мы, Леопольд и Мышата», «Волк и Красная Шапочка», «Домовенок Кузи и Кот» и другие. Аллеи цивилизаций. Надпись «Геленджик» на Маркотхском хребте. Переделана из надписи «Ленин с нами». Бор реликтовый пицционской сосны. Можевеловая реликтовая роща. К северу от Кабардинки. Скала-Парус неподалеку от села Просковеевка. Водопады реки Жаня. Городской парк аттракционов Геленджика. Дальмены. Геленджикский дельфинарий. Шоу-парк Римская империя. В окрестностях города снимался фильм «Грозовые ворота». Россия 2006. А в самом городе фильмы «День Д». 2008. Горько. И Горько 2. Сериал «Ящейка». Россия 2016. В ноябре 2017 года в центре города открылся греческий культурный центр с конференц-залом, библиотекой и музейным пространством, где представлены предметы быта и иконы, а также бюсты людей, оказавших влияние на греческую культуру, науку и образование. Вещание телеканалов в пределах Геленджика осуществляется при помощи телеретранслятора, расположенного на Маркотовском хребте. Возможен прием сигнала радиостанций, вещающих из Новороссийска, Крыма, а также Турции и стран ближнего зарубежья. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.